Микс Ньюс. Каждый вторник после 14 часов. В эфире на Радио Болтком новая программа «Есть тема». Ее ведущий Вадим Полищук, Александр Полищук. Аналитическая программа. И что же это означает? Обзор важнейших событий Латвии и мира. Мы не пересказываем вам новости, мы объясняем, какое значение имеют разные события в Латвии и в мире. Слушайте на Радио Болтком «Есть тема». У нас одна минута, слушай, последний вопрос. Добрый день. В эфире Радио Болтком. Аналитическая программа «Есть тема». Ее ведущий Вадим Полищук и Александр Полищук. Мы не пересказываем новости, мы объясняем, какое значение имеют разные события в Латвии и в мире. В первой части программы мы по традиции обсудим новости Латвии. Во второй обратимся к международной повестке. В конце каждого блока оставим несколько минут на звонки слушателей, если они будут. Так что, если вам есть что сказать, то звоните в студию. Телефоны 67-212-939 и 67-213-939. Ну, начнем давай с темы, которая, с одной стороны, уже надоела, а с другой стороны, каждую неделю какие-то новые подробности и нюансы. Все хочется обсуждать и обсуждать. Это про Рижскую думу? Да, это кризис Рижской думы. Значит, из последних новостей 29 ноября, то есть в пятницу, чуть ли там не поздно-поздно ночью, депутаты Рижской думы большинством голосов поддержали назначение Друвиса Клейнса на пост заместителя мэра, а Оскар Путненьш избран в правлении Рижского свободного порта. Оба они представляют фракцию Риги или для Риги, кто как переводит. И, в принципе, такая малюсенькая фракция из трех человек, помимо них там еще есть Иман Кейш, которые, откололись от разных латышских партий в Рижской думе, например, тот же Клейнс был в новой консервативной партии, Путненьш для развития Латвии, и к ним еще примкнула Байба Брока, которая вышла из национального объединения в ВИС Латвии и БДДНР. Судя по всему, это такие ситуативные. Абсолютно. Союзники, идеологические платформы общей у них нет. Ну, скажем так. Или все-таки это общая для них платформа национализм. С одной стороны, прагматизм, но с другой стороны, все-таки национализм тоже, потому что, так или иначе, когда они баллотировались и попадали в Рижскую думу, они всячески отстаивали национально-консервативные идеи. То есть мы теперь говорим про союз как бы русского согласия и националистов. Вот мы хотели сразу начать с этой темы, но поскольку перед программой мы успели немножко поссориться с представителями согласия в Фейсбуке о том, можно ли считать партию согласия русскими или нет, то давай все-таки промотчасть вначале. Так вот, мы можем называть согласие условно в кавычках русским? Сразу говоримся, мы имеем в виду здесь не национальность, мы понимаем, что в партию входят люди с самыми разными национальностями. Мы предполагаем, что для большинства из них все-таки русский язык является родным, языком семьи. И второе, и самое главное, что я вношу в это понятие, что эта партия попала в Рижскую думу в первую очередь благодаря поддержке русскоговорящего электората. И, соответственно, у партии есть некоторые обязательства перед русскоговорящим электоратом. Но мы должны все-таки также отметить, что лидеры партии позиционируют свою политическую силу как общую, без какого-либо национальной окраски, что делает им честь, поскольку они пытаются превратить партию согласия в подлинную общенациональную партию, где нет отделения на латышей и не латышей. Но получается ли это у них? Получается ли это у них? С одной стороны, с другой стороны, готовы ли, может быть, подготовили другие политические партии воспринимать в качестве обычной мейнстримной латвийской партии? И готов ли избиратель голосовать за них, не задумываясь о том, латыш он или не латыш? Да, потому что мне, на самом деле, очень нравится риторика даже того же Бурова, из чьей служить Риги, который тоже всячески подчеркивает, что у них эта партия уж точно не русская, как он сам говорит, хозяйственная, хозяйская, да, сам лициска. Но при этом он забывает, и я помню, что Янис Рубанович даже в интервью это напомнил, что сидит в Рижской думе тот же Буров и его команда только благодаря тому, что за него проголосовала бабушка из Кингаракса. Безусловно, наверное, там есть и какая-то поддержка латышско-говорящего электората, потому что, ну, наверное, без этого было бы трудно получить то большинство. Но здесь есть все-таки еще один нюанс. Русско-говорящий электорат, по крайней мере, до сих пор был очень дисциплинирован и мотивирован. Поэтому даже если кто-то из латышско-говорящих граждан и симпатизирует согласию, не факт, что они дошли до выборов, даже ради того, чтобы продолжить этот бесплатный проезд получать в общественном транспорте. А вот русский электорат, который сейчас, вроде как, окажется, и согласен, чей служит Риге, как-то стесняются его немножко, да? Он обычно приходит. Ну, насколько я понимаю, просто у русского или русскоязычного электората в Латвии вообще выбор не очень велик, за какие политические силы голосовать. Ну да, есть еще сайт. Но в Риге, по крайней мере, это тоже так и на общенациональном уровне. То есть, по сути, есть только две партии, которые так или иначе увязываются с русским электоратом. Одна из них считается мейнстримное согласие, другая, в принципе, открыта, в своем названии. Говорит о том, что русский союз в Латвии, да. Но мы же понимаем, что действительно согласие, что бы они ни говорили, они все равно зависят от своего электората, и интерес именно русскоязычных латвийцев они обязаны учитывать в своей программе. И поэтому, мне кажется, очень интересно то, что случилось Рижская дума, о том, смогут ли они дальше продолжать представительство интересов русскоязычного электората, с учетом того, из каких они взяли себе попутчиков. Да, тем более, опять же, попутчики, та же Байба Брок, уже после того, как произошло все голосование, стало понятно, что у коалиции Бурова теперь 32 голоса есть. Первое, что она заявила, что она ни на минуту не отказывается от своих националистических идеалов, и она продолжит за них бороться. И более того, тут же упомянула, что не очень важно русские, ну, они уже не русскоговорящие, а школы нацменьшинств перевести на латышский язык обучения, и вот она будет всячески объяснять согласию, почему это нужно. Ну да, школы, дополнительные программы для школ, празднование некоторых праздников. Даже просто банальное использование русского языка на уровне самоуправления, там, не знаю, при обслуживании клиентов, то есть, скажем, при том же Ушакове, ну, более-менее, жители знали, что придут они в РНП или в Рига Сатекс, мы их обслуживаем на том языке, на котором им удобно. Сохранится ли эта традиция, мы не знаем. То есть, по сути, мы имеем дело с двумя партиями, одна из них довольно крупная, и буквально несколько человек, и ты полагаешь, что они действительно могут быть настолько влиятельными, и что поменяют практику Рижской Думы. Понимаешь, получается, что сейчас Буров целиком зависит действительно от этой четверки, поскольку без них просто не хватает голосов. И при этом, говорю, четверка не скрывает, что движут ими случайно прагматичные интересы. Ну, опять же, мы понимаем, что пост вице-мэра, должность в правлении Рижского свободного порта и все остальное, там, места в правлениях муниципальных предприятий – это хорошие деньги. И, напомним на секундочку, деньги рижских налогоплательщиков. Но, с другой стороны, это и хорошо, потому что, когда речь идет о прагматичных, понятных интересах, тогда какие-то националистические мечтания уходят на второй план. И да, и нет. Опять же, скорее всего, аппетиты у четверки будут расти. И как долго тот же Буров и компания смогут их удовлетворять, неизвестно. Как мы помним, нас у принятия бюджета… Сам Буров – хороший пример того, как можно удовлетворять аппетиты. Да, это хорошо, потому что работает на тот момент, пока не доходит до предвыборной кампании. Я думаю, что если у того же Клейнца и Путныча есть еще какие-то любые броки, есть какие-то политические амбиции, они будут понимать, что, наверное, проводить предвыборную кампанию, сидя в одной коалиции с Буровым согласием, будет сложно. И поэтому тут им… То есть, либо надо будет под конец эту коалицию просто разбить, причем, желательно, со скандалом, там, не знаю, обнародовать какие-нибудь интересные, пикантные подробности о работе муниципальных предприятий, ну, либо они будут перебегать в какие-то другие партии, ну, не знаю, пока что я там плохо вижу Клейнца или Путныча в рядах согласия. Но пока мы наблюдаем, как новая метла по-новому метет, как уволят людей. Да, СМР заменил половину правления Рига Сатексма. То есть, сказать, что они совсем безобидны, уже нельзя. Человек с центрального рынка стал… Да, человек с центрального рынка вошел в правление Рижского зоопарка. Мне очень понравилось, в принципе, мясо и мясо, да. Ну, да, то есть, в принципе, может, даже не заметила особо разница. Ну, то есть, нельзя сказать, что вот эта вот замена, то есть, она, наверное, очень важна для Буровой и компании, там, Анны Владовой, как вице-мэра, вот они все подписались, согласились, они сохраняют свои должности. Но что от этого получат Рижане, это большой вопрос. Мы не знаем, на самом деле, на каких условиях они договорились. Публичности мало во всех этих процессах, и это, конечно, очень печально. Например, мы так и не знаем, обещали ли они не трогать русские школы, хотя бы до конца срока действия этой Рижской думы. Ну, ты знаешь, как, с одной стороны, эта реформа принята уже на государственном уровне. Да, но от муниципалитетов очень многое зависит в том, как, с какими темпами… Да, как будет проводиться реформа. Какая помощь будет оказываться школам. Абсолютно верно. Ведь уже совершенно, кажется, исчезла эта идея, которая бравировалась во времени Ушаков о том, чтобы создать факультативы для учеников школ нацменьшинств. И поэтому, ну, то есть, тут действительно очень много вопросов, как они себя будут вести в отношении таких… в отношении русскоязычного электората. И, с другой стороны, конечно, вроде как формально мы имеем очередной прецедент, когда перейдены некие красные линии о том, о чем мы пока не можем мечтать на государственном уровне, да, что вот согласие, там, люди избранные от рядов националистических партий, что они войдут вместе в одну какую-то коалицию. Вот это, как ты думаешь, это хороший прецедент или нет? Ну, тут не совсем прецедент, потому что мы имеем дело не с партиями, все-таки с отчипенцами от различных партий, которые заключили ситуативный союз с этой нехорошей партией Согласия. Ну, с их точки зрения, нехорошей. Но, с другой стороны, как бы… Ну, в Эстонии, если намекаешь, например, Эстония, то да, но там все-таки ситуация была несколько другая. Там сначала центристы были выведены из долговременной изоляции, которая их роднит с партией Согласия, этот исторический опыт, но они сумели преодолеть, выйти из изоляции. Глава партии возглавил правительство. Конечно, это потребовало определенных изменений внутри партии, был сменен председатель. И после выборов они сохранили власть, заключив союз с дьяволом, как многие у нас в Эстонии считают, то есть взяв коалицию крайне правых. Ну, это такая весу Латвии, да? Ну, да, но что интересно, поскольку крайне националисты тоже очень хотели легализоваться на политическом поле и войти в правительство, по сути, на любых условиях, то они согласились на некоторые вещи, которые очень важны для центристов, поскольку они опираются во многом, в том числе, и на русскоязычный электорат. А, например, в коалиционном соглашении включили хорошие защитные параграфы, которые касаются русской школы. И надо сказать, что правые националисты, несмотря на всю свою националистическую риторику и на все свои грубые высказывания до выборов, уважают это соглашение. И, в принципе, несмотря на то, что на правительство оказывается сейчас давление со всех сторон, именно по вопросу школьной реформы, чтобы дальше эстонизировать образование школьное, правительство говорит, нет, нет, нет. Ну, хорошо, возвращайся все-таки в Рию. Как тебе кажется, вот нынешняя ситуация, она научит латышские партии, под латышскими подразумениями националов, и новое единство и прочее, ну, чуть меньше боятся тех самых русских? Ну, лиха беда начала, но, на самом деле, условно русские, я, насколько помню, ведь в Рижскую власть уже ходили. Ничего страшного не случилось. Это был, по-моему, господин Долгопол. Начало 2000-х годов. Но там все-таки надо отметить, что там была такая немножко больше идеологическая коалиция. Там была коалиция левых партий, которые были объединены социал-демократической идеей. Сейчас, то есть, вот это вот для Риги или Риги, там люди, скажем так, с правым мышлением в экономике, поэтому, опять же, вопрос, захотят ли они сохранить бесплатный проезд и льготы в общественном транспорте. И, ну, Буров тоже как-то, они свое социал-демократическое начало не слишком подчеркивают. Так что ситуация, опять же, проводить абсолютный параллель нельзя. Ну, любая параллель, конечно, может иметь свои недостатки, но все-таки в Эстонии партия, прежде чем попасть во власть, она провела определенную домашнюю работу, сделала. Был сменен лидер, были сделаны определенные заявления, была проведена кулуарная работа, потому что даже не просто так с Бухтапара, кто у нас был правительственный кризис, а потом централисты пришли к власти. Вот, в принципе, поскольку я понимаю, что партия Согласия сейчас тоже находится в таком транзите, тоже сменился лидер, тоже, они нащупывают новое, наверное, свое место новое на политическом Олимпе, заключили, да, то есть сделали какие-то там идеологические уступки, которые, может быть, не имеют, имели именно такой характер, скорее символический, чем практически. Наверное, да, у них появляется опять шанс на то, чтобы попробовать опять прийти во власть. Ну, возможно, да, опыт в Рижской думе покажется латвийским партиям, что вот эти же связались, и ничего с ними не случилось, с их рейтингами. Но, с другой стороны, я несколько сомневаюсь, что Согласия получится так же хорошо, как у Центриста, по одной простой причине, что нравится это лидерам Согласия или нет, они все-таки воспринимаются и населением, и политиками во многом, как партия, по которой представляет меньшинственный электорат, или русских условных. И недостаточно желания и сказать, нет, мы больше не представляем русских, мы представляем всех. Этого недостаточно. У Центриста в Эстонии никогда не были партии русских. Они всегда были мейнстримной партией, которой слишком много, с точки зрения некоторых националистов, занимались русским электоратом. И это, я считаю, важный нюанс. Ну вот опять же, возвращаясь к Рижской думе, мы все равно понимаем, что даже эти 32 голоса, они не являются гарантией стабильности коалиции, поскольку по-прежнему висит вопрос о том, что там будет с мусором. И вот буквально пару часов назад появилось новое, что правительство, хотя коалиция Рижской думы приняла новые правила о вывозе мусора, которые вроде бы как должны были удовлетворить Министерство по региональным делам, но правительство, тем не менее, все равно намерено продлить чрезвычайную ситуацию еще на 3 месяца до 12 марта. И самое смешное, что вот как раз, если в тот момент, в начале марта, министр по региональным делам Юрий Спуссо сочтет ситуацию достаточно критично для того, чтобы распустить Рижскую думу, то вот в этот момент уже досрочный выбор проводить будет поздно, и значит придет временная администрация. То есть фактически еще на 3 месяца этот кризис, он консервируется так или иначе, ну и, конечно же, это не исключает того, что эта коалиция просто может развалиться, потому что кто-то что-то не поделит. Ну, я думаю, что для журналистов это хорошо, и им есть о чем писать. Конечно. Давай переходим к следующей теме, она не менее интересная, и опять же нам будет возможность, наверное, вспомнить и соседнюю нам Эстонию. Тему для себя мы так обозначили, как лишние вузы. Буквально, опять же, на днях министр образования Латвии Илга Шуплинска заявила, что в Латвии слишком много вузов, и то ли надо закрывать, то ли, как ей больше хочется уменьшить число бюджетных мест, потому что инфраструктуру в стране вузовскую содержать дорого, ну так пусть сами люди и платят. Как она сказала, что сейчас латвийские вузы способны принять 160 тысяч студентов, а учатся в них всего 80 тысяч, ну, соответственно, персонал, оборудование, помещение, все это все равно государство содержит. Мне кажется, что, во-первых, нет, во-первых, наверное, начнем с того, что права министра или нет, тут нужно согласиться, в Латвии действительно слишком много вузов. Ну, само по себе много вузов, это не хорошо и не плохо, то есть как эта система работает? Нет, ну, их действительно много, потому что еще 10 лет назад у нас было 130 тысяч студентов, сейчас только 80. И это, а, демография, б, ну, иммиграция, отток, и, ц, мы, к сожалению, плоховато работали над тем, чтобы привлекать иностранных студентов. С одной стороны, их число, конечно, увеличилось постепенно, потому что еще лет 10 назад их было всего 2%, сейчас, по-моему, порядка 12% это иностранные студенты. Но, с другой стороны, все равно мало, потому что вот заползла я вчера на страницу Минобразования, где написано, что в Латвии сейчас 6 университетов, 21 высшая школа или академия, 19 колледжев, 6 еще каких-то университетских агентств и 2 филиала иностранных вузов. Ну, то есть в целом можно сказать, что для такой маленькой страны, где всего 80 тысяч студентов, высшее образование в том или ином виде предоставляет свыше 50 различных учреждений, из них несколько это частные, ну, то есть фактически это бизнес, который самоокупается, а все остальное в том или ином виде содержит государство. И это действительно, ну, это неправильно. Притом, опять же, мы знаем, что качество высшего образования в Латвии, оно не самое высокое, по крайней мере, в тех же международных рейтингах латвийские вузы сильно уступают эстонским. Ну, да, хотя, ну, не знаю, много или мало в эстонии вузов, мне трудно сказать, у нас их 20 из них... 74, да. Ну, все-таки у нас население миллион 300 тысяч, да, и университетов у нас 7, из них один частный, тут тоже немало. Но, с другой стороны, да, и у нас 50, по-моему, 5000 студентов, из них только 5000 где-то иностранцы. Ну, посмотри, ты уже говоришь 20 вузов, но 55 тысяч студентов. Да. А у нас 50 вузов, да, 80 тысяч. Конечно, ситуация еще несколько лет назад была другая, уносительно была волна слияний, не всегда добровольных, и у нас очень мотивировали частные вузы, успешные частные вузы, объединяться с крупными государственными университетами. Где-то, наверное, это был удачный опыт, где-то, может быть, не очень, но факт остается фактом, что действительно в рейтингах высшего образования, на международных рейтингах, мы занимаем позиции выше, чем в Латвии. Но я думаю, что тут еще есть интересный момент. Мне кажется, что в Латвии как-то не очень большое внимание уделяет обучению на английском языке, а в Эстонии мы давно уже работаем здесь, и у нас примерно пятая часть всех студентов учатся либо только на английском языке, либо на эстонском и на английском. Причем, в отличие, наверное, от латвийских студентов, у нас на национальном университете, это Татартуский университет, можно дипломную работу писать либо на эстонском, либо на английском. Это гарантированное право. Я тебе скажу больше, латвийские вузы всячески борются с языком, точнее, конечно, не вузы, а Минобразование и правительство, и правящая коалиция. То есть, как известно, уже с этого года частным вузам запретили использовать русский, то сейчас они еще там доучиваются, те студенты, что поступили, у них переходный период. Но, в принципе, эта практика будет закрыта. А английский, вот опять же, параллельно происходит дискуссия о том, что, как я понимаю, технические вузы, то есть РТУ в первую очередь, выразили идею, что нужно докторские диссертации писать на английском. Ну, хотя бы докторские. Для узнавания. В Эстонии бакалавров пишут часто на английском. Да, но оказалось, что далеко не все этого хотят, и в первую очередь там филологи, гуманитарные факультеты, переводчики, они сказали, как, 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 латышский язык, это, да, академических трудов в латышском совсем не останется. И действительно, там настоящее противостояние. То есть, есть те, кто считает, что можно претендовать на некое место в международных рейтингах и просто позицию в мировом академическом мире, да, создавая при этом академические труды на латышском. Когда-то вот в Европе средневековой не было баллонской системы, но, тем не менее, люди совершенно спокойно переходили из одного университета в другой, потому что преподавание там велось на латыни, все друг друга хорошо понимали, да, и образование было в общих чертах одинаковое. Вот. Почему же у вас так боятся английского языка, если эта система является языком науки? Какой смысл писать докторскую диссертацию по физике на латышском языке? В первую бояться конкуренции, потому что, как ни парадоксально, но академическая... Какую пользу мировой науке может принести такая диссертация? При всем уважении, конечно, к латышскому языку, потому что речь же идет о научной работе, а не о поддержке государственного языка. Наша латвийско-академическая мафия, на самом деле, похлеще социалистка. Я очень хорошо помню историю, как несколько лет назад тогдашний министр образования Роберт Киллис от партии реформ, как раз он тоже задавался вопросом, а не много ли у нас вузов, не дублируют ли эти вузы до друга программы, и не пора ли как-то все это оптимизировать, прикрыть, оставить действительно сильных и лучших? И он тогда встретил такое противодействие именно со стороны профессоров, ректоров, для которых... Каждый год у нас, когда публикуются декларации публичные, ты видишь, что самые высокооплачиваемые, одни из самых высокооплачиваемых госслужащих и чиновников, это как раз ректоры, проректоры. Так что это действительно очень сильная мафия, поэтому я не слишком верю в успех госпожи Шуплинской в какой-либо реформе, хотя, конечно же, если государство будет уменьшать число бюджетных мест, это тоже плохо, потому что уже сейчас больше половины студентов, 58,7%, вот в последнем, да, в 2018 году, учатся в Латвии за свой счет, если не ошибаюсь, в Эстонии... В Эстонии нет. В Эстонии подавляющее большинство студентов учатся за государственный счет, у нас только где-то пятая часть, это в основном частные вузы, но можно сказать, что за редким исключением те, кто учится на эстонском и на государственных вузах, учится за госсчет. И это, конечно, каждый момент... И это было принципиальное решение, которое было принято несколько лет назад, и это, на самом деле, намного больше поддержка государственному языку и обучению на государственном языке, чем формальные требования в отношении дипломных работ. Если мы хотим иметь образованное общество, то нужно дать шанс молодым людям получить высшее образование. Люди получают образование на эстонском языке, часто много предметов слушается на английском языке. В Эстонии, как бы, многие молодые люди, большинство на самом деле, способны уже написать даже бакаларскую работу на английском языке. И это, конечно, открывает перед ними возможности. Они могут дальше активно использовать английский язык в научной работе, они понимают этот язык, они читают на этом языке, они пишут на этом языке, они могут участвовать в научном обмене, они могут совершенно спокойно ездить за границу, учиться. мне кажется, что здесь путаются как бы две вещи, поддержка языка государственного и научная образовательная работа. Если я правильно понимаю, у нас есть звонок, дай попробуем принять его. Алло. Нет? Нету? У нас показывает, что есть. Сорвался. Ладно, не судьба. Ну что же, у нас еще буквально есть пару минут, давайте еще одну тему затронем, которую с латвийской повестки мы хотели взять. Это тема транзита. Опять же, вчера, не вчера, а в воскресенье вечером, благодаря коллегам, по-моему, с телеканала ТВ3, появилась новость со ссылкой на директора Государственной железнодорожной администрации Юриса Есселникса, что правительство России заключило соглашение с предпринимателями за действием в транзитном бизнесе о конкретном графике перевода своих грузов из портов в Латвию в российские порты. Ну, простыми словами, Россия выполняет свою давнюю угрозу и переводит российский транзит из Латвии к себе. Даже не будем обсуждать, почему это происходит, поскольку это уже известно. Я не совсем понимаю, в чем тут новость. Новость в том, что оказывается, почему-то латвийская железная дорога до последнего верила, что это не произойдет, и они даже стали начинать какие-то инвестиционные проекты по реорганизации инфраструктуры и прочее. И сейчас они зависают, видимо, очевидно, какие-то европейские деньги задействованы. Поэтому, как всегда, Латвия, видимо, думала, что пронесет, а не получилось. И у меня тут у тебя толковый вопрос. А как ты думаешь, что этот российский транзит вернуть можно еще будет? Ну, если мы посмотрим на то, что происходило с российским транзитом все последние годы, то мы видим, что если бы по-другому начну, если бы действительно отношения между Эстонией, Латвией, Литвой и Россией складывались бы гладко с самого начала, с 90-х годов, даже во времена благословенная с точки зрения многих здесь Козырева, то Россия бы никогда не задумывалась бы о том, чтобы перенаправлять транзит. Однако они задумывались об этом уже в 93-м году, когда было принято решение о развитии портовой инфраструктуры в Ленинградской области. Из три порта и услуга Высоцк, какой-то там третий был, Приморск, Приморск, да. И, конечно, если, допустим, услуга, там еще буквально 20 лет назад было поле, то теперь они переваливают чуть меньше 100 миллионов тонн в год. Ну, понятно, что этот груз тот, который раньше направлялся на прибалтийские направления. И здесь, конечно, нужно понимать, что Эстония, Латвия, Литва в меньшей степени продолжала получать российский транзит по остаточному принципу, просто не хватало портовой инфраструктуры российской для того, чтобы весь, все грузопотоки перенаправлять на себя. Но они постоянно расширяют свои возможности и, в принципе, искусственно ограничивают возможности прибалтийского транзита при помощи тарифной политики своей железной дороги. А российские грузы чем-то можно заменить? Ну, была такая идея заменить их китайскими грузами, да, то есть в рамках проекта Шелковый путь. Но это же, опять-таки, они же не по воздуху прибывают сюда, они же через территорию России и Россия, конечно, всегда может каким-то образом отрегулировать эти потоки. То есть сейчас, да, что в Эстонии, что в Латвии мы получаем какие-то грузы, как я сказал уже по остаточному принципу, иногда, что смешно, при помощи той же самой тарифной политики к нам направляют какие-то грузы, которыми не хочет заниматься россияне, например, казахстанский уголь, но тенденция такова, что, скорее всего, этих грузов будет все меньше и меньше. Ну да, уже есть статистика, что в течение 9 месяцев объем грузов, которые перегружены, которые прошли через Латвию, сократились по сравнению с прошлым годом на 12,5%, ну и четвертый квартал вообще был намного хуже, особенно все плохо с углем. Ну, была надежда еще на Белоруссию, как ты, наверное, знаешь, но белорусы получили большую скидку от российской железной дороги на то, чтобы нефтепродукты, которые они получают от переработки российской нефти, они отправляли на Запад через услугу. И сейчас пока еще не видно, насколько подействовала эта новая политика, но, судя по всему, наверное, да, сработает, и действительно основной поток пойдет через услугу. Ну что ж, давай выходим на рекламу на этой теме. Добрый день еще раз. В эфире программы «Есть тема» в студии Вадима Александра Полищук. И во второй части программы поговорим немножко о вопросах международной повестки. Начнем с темы, которая, с одной стороны, тоже не совсем новость, но каждый день или каждую неделю поступают какие-то новые новостные поводы об этом поговорить. Вчера, например, в Мадриде открылся двухнедельный всемирный форум по вопросам климата, или еще называются 25-я конференция ООН по вопросам климата. Буквально несколько дней назад Европарламент выпустил резолюцию, в которой провозгласил вести чрезвычайную ситуацию по ситуации с климатом. Ситуацию по ситуации, тем не менее. И даже новый состав Еврокомиссии, новый глава Еврокомиссии одним из своих главных приоритетов как раз-таки называет борьбу за спасение экологии и введение так называемой климатической нейтральности, что означает экономическая деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов. Муша, у меня вопрос. Почему Европа свихнулась на зеленой повестке? Но еще несколько лет назад такого не было. Ну почему же? Это была одна из тем, одна из проблем, которая так волновала мир, но не единственная. Но ты как-то хочешь сразу взять быка за рога. Мы должны были плавно прийти в рамках нашего разговора к причинам этого явления. Но, если забегая вперед, могу сказать, ну, видимо, где-то в каких-то высоких кабинетах было принято решение, что стратегия выхода Европы из экономического застоя это будет через борьбу с изменением климата и к адаптации к этим изменениям. Это моя точка зрения, но я считаю, что все на это указывает. Мы видим, что будут гигантские деньги потрачены на эту деятельность. Больше половины бюджета совместного Евросоюза будет потрачено. Триллион евро. Да. Ну, то есть, это просто гигантские деньги, которые, конечно, дадут определенный толчок развитию самых разных секторов экономики. Какие-то передовые технологии будут реализованы. И поскольку это как бы общий мировой тренд бороться с изменением климата, то Европа хочет быть на коне и впереди планеты всей. Ну да, проблема в том, что эта тема сейчас подается настолько категорично, что если мы сейчас начнем с того критиковать или сомневаться, нужно ли это или нет, нас, скорее всего, заподозрят в лучшем случае в неполиткорректности, в худшем еще и в какой-нибудь, не знаю, там, кремлевской пропаганде, что мы хотим зла Европе, не хотим бороться. Ну что, Владимир Владимирович Путин подписался под Парижским соглашением. Да, но тем не менее, правда, после больших сомнений. Ну да, почему все-таки я смотрю, что именно в российских СМИ больше всего критических статей, по крайней мере, пока на тему зеленой повестки. Ну, это вообще очень интересно, потому что, с одной стороны, это, конечно, экономика и там большие деньги, с другой стороны, там есть определенная доля лицемерия. Мы все, конечно, сначала мы все восхищались, ну, некоторые, пока мере из нас восхищались девочкой Греты, а потом начали не смеяться, но она права. То есть, в принципе, вся борьба с изменениями климата в западном мире это одно сплошное лицемерие. Потому что, несмотря на то, что принимаются различные нормативы, политика проводится, и так далее, и тому подобное, по каким-то ключевым вопросам серьезных решений не принимается или закрывается глаза на то, что какие-то негативные процессы продолжаются, в силу экономических причин, опять-таки, потому что за этим будут большие деньги. То есть, как мы не боремся с производством электроэнергии при помощи угля в Европе, а тем не менее, это по-прежнему очень важный источник для производства электроэнергии. И более того, Восточная Европа как-то не особо-то и собирается прекращать и сжигать уголь в топках. Вот я, с одной стороны, всеми феврами души за то, чтобы сохранить свежий воздух и зеленую экологию, но, с другой стороны, действительно, есть вещи, которые, мягко говоря, смущают. Во-первых, а то, что действительно тема зелености, зеленой политики неожиданно вытеснила все остальные проблемы, которые еще совсем недавно были в Европе. Это иммиграционный кризис, и стагнация, и там, те же вопросы правозащиты и прочее, и прочее. Ну, почему же? На самом деле... Социальные аспекты. Нет, они говорят намного тише. Эти темы пытаются увязать с проблемами климата. Кстати, иногда это обостово. Например, проблема миграции связана с изменениями климата. Ну, не только. Потому что изменение климата в африканских странах уже дает мощный толчок миграции в северном направлении. Ну, не только, я же считаю, в той же Сирии, и политические кризисы, и войны. Да, и, конечно, это один из причин. То есть, в принципе, сказать, что совсем не связанная тема, нельзя. То есть, миграция, да, это связано. Ну, тут, понимаешь, происходит какое-то замещение. Второе, что, опять же, удивляет, это то, насколько активно используются детские, молодежные и прочие медийные ресурсы, да. То есть, я не помню ни одной другой ситуации, когда вот, мы жили совсем недавно в Брюсселе, вот эти толпы подростков, которые идут, как первомая демонстрация за то, чтобы там к Европарламенту, требуя вести климатическую нейтральность, с одной стороны, восхищает, с другой стороны, пугает, да. Потому что, в принципе, ты можешь накрутить подростков на совершенно любую тему, Подростки ко всему относятся серьезно. Очень эмоционально, да. Эмоционально. Они сразу сжигают всю новую одежду и требуют. Мы можем бухтеть с трибун высоких и говорить о том, что ахтунг, ахтунг, у нас там земля перегревается, и совершенно спокойно потом идти и класть свои угольные брикеты в пичку и совершенно спокойно попивать виски возле камина. А молодые люди, у них несколько по-другому все это воспринятие идет. И они как бы вот говорят, ну как же так, надо же что-то делать. Они понимают, что, опять-таки, что в проблемах борьбы с изменением климата есть определенная доля и лицемерия. Хотя даже, несмотря на это лицемерие, какие-то положительные сдвиги есть, не надо их отрицать. И они, конечно, будут дальше продолжаться, то есть какие-то эти положительные сдвиги, тем более, что это объявлено главным приоритетом новой еврокомиссии. Вопрос заключается в том, что именно в выборе приоритетов. Вот за счет кому будет происходить эта борьба? За счет кто это все оплатит, это понятно. Оплатит это простой человек. Вот. Я про это говорю. Понимаешь, можно сколько угодно говорить, как здорово перейти на электромобили. Но если у нас этих электромобилей по всей стране, в Латвии, там меньше 800 штук, то как мы все представляем, что жители Кенгараксы, Балдераи пересядут на электромобили, кто им их купит? Да, наверное, западные страны вполне могут писать планчики о том, что к 2013 году они полностью откажутся от дизелей либо на велосипеде, либо пешком, либо электромобиль. У нас, в нашей стране, при нашем климате и при нашем уровне жизни этот план не пройдет. Но я еще вообще не уверен, что электромобили это в некоторых странах вообще хорошая идея, потому что они же заряжаются от розеток, куда поставляют ток за счет сжигания того же самого ископаемого топлива. То есть вся эта борьба за зеленую экологию, она как-то слишком дорого обходится. И даже там истории про циркулярную экономику, потому что нужно использовать, ходить секонд-хенды, есть из вторсырья, пить кофе из бумажных стаканчиков. Опять же, вспомни наш в Брюсселе поход в так называемый модный секонд-хенд, который очень раз позиционировался как зеленый и правильный. Там было просто дорого. То есть те вещи, которые уже продавались, и кто-то ими уже пользовался, они в принципе стоили точно так же, как вещи в новых магазинах. Потому что это тоже бизнес. Это стало бизнесом. И это очень, то есть это обидно, и как-то не хочется в этом поддерживать и в этом участвовать. Но, видимо, нас все равно заставят, потому что понятно, что будут приниматься решения и о повышении налогов на топливо, и о запретах, не знаю, въезда автомобилей в центр города, и вот уже там пластик нельзя, мешочки нельзя. Ну, в общем, как бы с одной стороны, хочется, конечно, верить, что может быть Европа увлечется за ближайшие годы какой-нибудь новой идеей, и вот эта зеленая лихорадка немножко осядет, но с учетом, опять же, тех инвестиций, которые туда запускаются, видимо, это налога. Ну, видимо, нет, да. Это такая мощная медийная поддержка, и, в принципе, процесс уже запущен, это как велосипед, который катится под гору, очень трудно затормозить. Мы будем наблюдать, посмотрим, какие будут итоги форума по вопросам климата в Мадриде, ну, и, видимо, какие будут решения гиберкомиссии парламента дальше. У нас еще есть одна тема на сегодня, тема НАТО. Начинай. Ну, у нас будет саммит, двудневный саммит, он юбилейный в Лондоне, что, в принципе, заставляет забаскалить некоторых журналистов, поскольку у них там Brexit на носу, а они будут чествовать 70-летие организации другой, но тоже основополагающей для европейской, как бы, системы политической, системы безопасности. Вот, но на натовском, к натовскому саммиту многие подошли без праздничного настроения. Как, например, известно критика Макрона, который заявил о смерти мозга НАТО, с другой стороны, известна позиция господина Трампа, президента США, который считает, что, во-первых, что они не должны всем сосчитать, во-вторых, что они должны им больше платить, и, в-третьих, что необходимо резко увеличить расходы на оборону во всех странах НАТО до 4% ВВП, как ты знаешь, сейчас действует как бы основная рекомендация 2% ВВП, которую, кстати, большинство стран НАТО не выполняет. Вот, ну и есть, конечно, восточноевропейский блок со своими обычными озабоченностями, которые касаются в основном нашего восточного соседа. Вот, ну и есть группа стран, которые, в принципе, всем довольны, ничем бы не хотели бы менять. Ну вот я, что не понимаю, зачем Макрон ссорится с НАТО? Это все-таки Франция, ну, в принципе, одна из основополагающих держав всего Евросоюза, то есть он в своем лице кого в этот момент отражает? Французский народ или действительно как вот часть Евросоюза? А вот, понимаешь, Франция для НАТО, это как Великобритания для Европейского Союза. Пятое колесо? Нет, не пятое колесо, а у них всегда были слишком сложные особые отношения. То есть, допустим, Великобританию известный всем нам президент Деголь очень не хотел брать европейское тогда экономическое сообщество. Почему? Потому что считал, что они органично туда не впишутся, будут представлять интересы американцев и вообще вот. И, в принципе, он уверенно блокировал этот процесс, пока был президентом Франции. И он же, кстати, вывел страну свою из военного общего командования с НАТО. Более того, наверное, уже многие забыли, что штаб-квартира НАТО когда-то располагалась не в Брюсселе, а в Париже. Более того, эту квартиру срочно порядка, штаб-квартиру перевозили в Брюссель, вводили воинские контингенты, и все это было очень сложно, очень неприятно. И все это делалось еще на фоне того, как господин Деголь мирился с Советским Союзом, совершал туда визиты и всячески ругался с американцами, например, по поводу вьетнамской эпопеи. Вот. Я думаю, что здесь может привести определенные параллели между Деголем и Макроном, поскольку Макрон тоже, он хочет стать сильным лидером, он не хочет иметь подчиненное положение, и он, наверное, может быть, считает, что возвращение в НАТО, в полное балштабное сотрудничество с НАТО, которое сделал президент Саркази, в 2004 году это было, это было ошибкой. У него есть свой проект, у него есть проект европейской армии, которая должна быть, как он сказал, возможно, противостоять России, Китаю и даже при необходимости США. Тут мы опять упираемся в бабки, ведь кто командует, тот и платит. Почему НАТО мы воспринимаем, в первую очередь, как американскую структуру, потому что они действительно все это спонсировали? Американцы спонсируют, платят, несут определенные расходы, с одной стороны, но с другой стороны, они также являются бенефициарами от этой системы, потому что они продают, допустим, американское оружие, они являются торговцем оружием номер один в мире. А Макрон готов? Французская экономика потянет? А французская экономика? Есть другие страны в смысле их военного строительства, но, например, я знаю, что французы занимают третье место в мире как торговцы оружием. То есть, видимо, они исходят из того, что если будет европейская армия, то это, конечно, резко даст импульс развитию их оборонной промышленности. И они будут как американцы, но только, так сказать, региональные американцы, да, в этом смысле, то есть, потому что, ведь НАТО как? Там же единый стандарт, а единый стандарт предполагает, что вы закупаете оружие в основном у кого? У стран НАТО. А стран НАТО выбрать не такой большой производитель. Вот. Ну, хотя, конечно, Россия умудряется по остаточному принципу, опять-таки, продавать оружие каким-то восточным европейцам, ну, там в основном связано с бывшими советскими вооружениями, или скандал, скажем, с Турцией, тоже один из скандалов этого саммита, который С-400 российский приобрел, и несмотря на протесты американцев. Но, тем не менее, понятно, что все равно страны НАТО будут продавать оружие странам НАТО. И если будет европейская армия, то европейские страны будут продавать оружие европейскими странам, и Франция там будет на коне. Кстати, как и немцы. Ну, немцы такие более пугливые, осторожные. Они, с одной стороны, как бы не хотят ничего ломать, то, что уже работает, а во-вторых, они тоже, наверное, не очень хотят отдавать инициативу, полностью передавать в руки французов. Они не готовы стать военными или там политическими, в полном смысле этого слова, геополитическими лидерами Европы, с одной стороны, а с другой стороны, являются экономическими гемонами Европы. То есть, пока у них еще вот, они не пришли в равновесие. А французы, они вроде бы занимают на втором месте, но зато у них амбиции как на первое. А России как выгодны, чтобы появилась европейская армия или нет? Ну, ты знаешь, если говорить о российских СМИ, особенно про правительственные, то там, конечно, они обычно о проекте европейской армии отзываются весьма благосклонно. Но, видимо, потому, что НАТО, это слово с такой негативной коннотацией, что, наверное, любое ословление НАТО, они считают благом для себя. Но здесь они, как бы, я так, насколько понимаю, российская руководство, они распространяют, примерно, так же, как Деголь в свое время рассуждал в 70-е годы, что если американцы будут держаться подальше Европы, то всем от этого будет лучше, безопасности будет больше. Один еще из вопросов, которые будут рассматриваться в Лондоне, это что же нам теперь делать после того, как, по сути, договор о ракетах средней и меньшей дальности по Чиллбозе. То есть, у нас явно ситуация, когда если может начаться опять ядерная гонка вооружений, причем в Европе. И во многом это, американцы обвиняют Россию в этом, россияне обвиняют в этом. Американцев в том, что вот так случилось, что договор перестал действовать, но факт остается фактом, что нужно либо действительно вступать в эту гонку вооружений, дожать Россию, либо искать какие-то другие решения. И мы знаем, Макрон говорит, что Россия, НАТО не враг, и нужно мириться. Но многие с ним не согласны. Слушай, я тебе перебью, у нас опять звонок, я попробую опять последний раз на удачу. Так. Алло, здравствуйте. Добрый день. Ура. Здравствуйте, говорите. Случилось, да. Значит, ну по поводу первого, несколько по вашим темам, комментарий и вопросов. По поводу русских, русского образования и вхождения в партии, защищающие русские интересы, сейчас вопрос в нашем русском мире так не стоит. Нас не интересует вхождение никаких партий для никаких интересов, защищающих наши остаточные ресурсы. Вы это кто, когда вы говорите про русский мир? Это кого вы имеете ввиду? Это русскоговорящее население Латвии. А вы представляете какую-то организацию? Нет, простите, вы не представились. Да, единомышленников. Я представлялся, я Константин, у нас достаточно много единомышленников, широкий круг общения. То есть, главная задача сейчас стоит это создать комфортные условия для эмиграции трудоспособного русского населения, которое создает прибавочные продукты в Латвии порядка 150 тысяч за ближайшие 10 лет. Это единственная задача, которая стоит сейчас в русском обществе. Второе, по поводу развития европейской армии. Безусловно, России это выгодно, ибо английские, французские, немецкие самолеты будут строиться из российского имени Титана. Заводы будут работать на российском газе. Масса немецких военных предприятий, уже имеющие совместные предприятия с российским капиталом. То есть, чем больше будет географически привязана территория Европы тяжелого машиностроительного производства для армии, тем это выгоднее для России во всех ракурсах. Ну и, естественно, главный принцип, чем дальше Америка от Европы, тем лучше. Вот эти две главные позиции, которые немножко отличаются от того, о чем вы говорите, я думаю, что именно в таком направлении все будет двигаться, и Россия крайне в основном заинтересована. Программа агрессивная становится сейчас переезда соотечественников. Последняя новость в том, что даже Псковская область зашевелилась, сейчас они приглашают на бесплатный промоушен, бесплатные экскурсии и освещение, количество рабочих мест, земли, выделяемые для переселения, из пассивной и стагнативной стадии программы переселения соотечественников, эта российская программа сейчас становится агрессивной, открывающей новые горизонты и проводящей промоушен возможности. Спасибо за ваш звонок. Спасибо. Так, у тебя есть что прокомментировать? Ну, да, то есть, конечно, понятно, что битва за ресурсы продолжается, и, конечно, битва за то, кто будет поставлять ресурсы Европе, это тоже очень интересный аспект, хотя, конечно, оборона промышленности это такая сфера экономики, я боюсь, что по соображению безопасности на россиян не будет слишком много возможностей. Меня как-то еще засыпил комментарий по поводу русского мира, что цель всех русскоговорящих вывести. Ну, не знаем, я как-то не заметил такой цели. Если что, мы пока никуда не собираемся. Программа соотечественников российской, она, конечно, существует уже давно, она в России сама воспринимается как неудачная, и во многом, кстати, эта неудача заключается в том, что они пытаются, она, как мне кажется, не очень хорошо работает для прибалтийского населения, именно в силу той причины, что в основном она как бы ориентирована на людей, которые живут в сельской местности или в небольших городках, и готовы опять-таки жить в сельской местности или в небольших городках в России, особенно там, где население мало, например, на Дальнем Востоке. То есть для людей из Риги, из Сталина, из Вильнюса это не очень интересно, как мне кажется. У нас есть еще одна минута, есть еще один звонок, давай попробуем принять. Алло. Добрый день, Александр. Ну, вы знаете, несколько критических замечаний хотелось бы сказать. Я вот люблю аналитические передачи, но ваша передача не аналитическая совершенно. Это краткий обзор новостей в стиле Тины Кандилаки. Не знаю, не смотрю Тины Кандилаки, не могу прокомментировать. У вас есть какое-то мнение? Да нет, не буду. Да, у меня мнение есть. Допустим, конкретно, чтобы аналитику сделать, ну, надо одну, ну, две темы максимум. Ну, у вас уже четвертая тема. И кто-то запомнил, спросите. Я вот, допустим, внимательно слушаю, но практически ничего не запомнил. О чем вы говорите? Спасибо. Про Украину ни одного слова не сказали. Надо было про Украину? Вроде сегодня не было в повеске. Самая главная тема сейчас, это куда ни брось, везде Украина. А вы-то их все-таки приняли. А мы про Латвию надо. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Ну, вот, видишь, жалобы слушателей мало про Украину. Ну, я думаю, что... Почему не подготовились? Вот интересно, вот тем, кто смотрит российские СМИ, они должны знать, что господин Путин высказал большое неудовольствие по поводу того, что на... в аналитических шоу слишком много Украины. Но вот в Латвии весь народ еще с ним не согласен. Ладно, мы к следующей программе подготовимся, учтем, обязательно будет что-нибудь про Украину. В общем-то, на этом телефонном звонке мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. Через неделю услышимся. Это была программа «Есть тема». До свидания. До свидания. До свидания.